И вновь о ценах, за которыми не угнаться, о товарах и контроле за ними. На прилавках нашего города появились симпатичные цыплята из России, ценой в 39 рублей за килограмм. Интересные формы принимает сейчас дружба народов, ибо таково название колхоза-поставщика. В нештатными инспекторами Комитета народного контроля, совместно с инспекторами Государственной инспекции по ценам, проведен рейд по ряду магазинов Ленинского, Нахимовского, Гагаринского протторгов. Следует отметить, что нарушений при продаже продуктов питания, цены на которые регулируются государством, не установлены. А вот традиционный обвес и обсчет присутствовал. В ряде магазинов Нахимовского протторга допускался обвес на 80 грамм при продаже 1 килограмма подсолнечного масла. В плодо-овощном магазине на Пожарово обнаружено припрятывание товаров на сумму 12 тысяч рублей. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении всех нарушителей к дисциплинарной ответственности, а по некоторым предпринимаются меры для того, чтобы освободить их от занимаемой должности. Я немного перефразирую старую всем известную пословицу. Женская красота требует особенно сейчас не только жертв, но и средств. Галина Афанасьевна, какие сейчас проблемы у врачебно-косметологического кабинета? Проблемы такие же, как во всякой нашей стране. Пользуемся очень хорошим успехом. У нас было очень много народу. Добились очень хорошего помещения. Вот когда мы добились его, казалось бы, надо больше и народу, чтобы было. А его стало меньше. Почему? Потому что увеличились услуги наши на косметические процедуры, увеличился материал наш, увеличился, за помещение стали больше платить. В результате чего кабинет не может выйти из трудного положения, даже того, что нам даже не дают и зарплаты, не хватает. И народу стало в результате этого, конечно, меньше приходить. Очень печально, что у нас такое положение. И, конечно, косметика приходит к тому, что нас будет многих сокращать.